Итоги Лососёвой путины 2020 года подвели на Камчатке. В ходе заседания Рыбохозяйственного совета полуострова глава региона Владимир Солодов отметил приоритетные направления, которые стоят перед властью и наукой. Проблема, которая ясно вырисовывается, это качество прогнозов состояния запасных водных биоресурсов и в целом необходимость развития научной составляющей, укрепления материальной базы и не допущение как минимум сокращения кадрового состава, а в перспективе рост кадрового состава научных организаций, которые занимаются прогнозированием и обеспечением рыбохозяйственного комплекса. Второе – это обеспечение устойчивого состояния водных биоресурсов. Мы интенсивно с вами работаем постоянно над этим вопросом. Целый ряд проблемных вопросов обсуждается. Это регулирование промышленного рыболовства. И регулирование традиционного, в том числе любительского рыболовства. Ну а также совершенствование правоприменительной практики и контроля надзорной деятельности, которые позволяют минимизировать незаконный вылов и негативные последствия, которые возникают в результате него. Третье – считаю, что крайне важным нам продолжить работу, связанную с обеспечением прозрачного и доступного, вернее, легкого доступа к сырью со стороны населения Камчатского края, те, кто имеет на это право, со соблюдением обязательно тех требований, которые позволят не допускать развитие браконьерства под видом любительского или традиционного лова, но тем не менее обеспечение для жителей Камчатки понятного и незатруднительного, без лишних затруднений доступа к ключевому нашему богатству. Ну и, наконец, четвертое – это наша совместная с вами, уважаемые коллеги, работа по развитию инфраструктуры наших рыболовных участков и по движению, по построению такой устойчивой модели развития наших предприятий, для которых предприятия являются поселком и градообразующим. Министр рыбного хозяйства Андрей Сдитовецкий подчеркнул, что в целом Путина этого года показала хорошие результаты. Высокие показатели наблюдались на западном побережье полуострова. Те меры регулирования, которые мы в этом году формировали, дали, в общем-то, свой эффект. По сравнению с предыдущими годами, часть проблем нам удалось обойти регулированием, в части, там, решениями по сдвигу начала Путина до достижения первоначальных целевых показателей. Ну, вместе с тем мы отмечаем, что не в полной мере они сработали, потому что, так скажем, поздняя часть хода ранней формы нерки мы, к сожалению, до целевых индикаторов не довели. И это та задача, которую мы должны решить на следующий год. Также мы столкнулись с сложностями в валютарском районе. Это залив Корфа, где снижились подходы. Тоже необходимо определенные меры какие-то нам на следующий год фиксировать. И, конечно же, мы все видим, какой недостаточный объем и негативная динамика состояния запасов отмечается в Авачинской губе. На наш взгляд, тоже очень важно искать решение этой вопроса. Хотя, ну, это и не просто, на наш взгляд. Здесь, наверное, в первую очередь с правоохранительными и контрольно-надзорными органами нам нужно работать. Анализ промысловой обстановки показал, что в 2020 году низкие подходы тихоокеанских лососей наблюдались не только в отдельных районах России, но и на Аляске, где вылов снизился на 37% по сравнению с предыдущими годами. Причина – увеличение смертности лососей в период зимовки 2019-2020 годов в связи с сокращением площади нагульных акваторий, а также перестройки планктонных сообществ. Уже Росрыболовством намечено проведение конференции в феврале месяце в Южно-Сахалинске, где в первую очередь будут рассматриваться вопросы качества прогнозирования, то есть оправдываемость прогнозов, как повысить качество прогнозирования. Уже состоялся под руководством специалистов в НИРО семинар, в котором принимали участие как специалисты, которые занимаются лососевыми исследованиями, так и океанографы и океанологи, которые пытались тоже как-то представить свои результаты в разрезе того, как это может повлиять на период морского нагула лососей. То есть работа в этом направлении ведется, и мы очень надеемся, что нам удастся избежать в будущем вот такого несоответствия прогнозных ожиданий и результатов Путины. И отдаем себе отчет в том, что за нашими прогнозами, конечно же, стоят те усилия рыбаков, которые готовятся к Путине, вкладывают, несут, разумеется, финансовые затраты, и, конечно, исходя из своих ожиданий, строят свою профессиональную деятельность. Нина Шпигальская добавила, что уже подвели предварительные итоги оценок численности молодей лосося, которые прошли на северо-востоке Камчатки и в Охотском море. Это та горбуша, которая придет к нам на следующий год, и сейчас те оценки численности, которые получены специалистами, позволяют достаточно оптимистично смотреть на Путину следующего года. И если не будет таких форс-мажорных ситуаций, какие сложились в период морской зимовки между 2019 и 2020 годами, то мы на следующий год, я надеюсь, увидим большие подходы, чем в этом году мы видели. Пока еще окончательных оценок нет. Оценок, я имею в виду прогнозируемого вылова. А оценки численности молодей позволяют очень оптимистично смотреть на Путину следующего года. Отметим, предварительный прогноз вылова лососей на полуострове за Путину этого года составлял 240 тысяч тонн. Фактически выловили 191 тысячу. На Западе при первоначальном прогнозе вылова горбуши 78 тысяч тонн освоено 111. Это на 42% больше предполагаемого. Однако на восточном побережье вместо ожидаемых 83 тысяч тонн добыли 19, а это всего 23%.